К нам в студию мы тоже попросили принести немножечко воды, но на самом деле по такому особому случаю мы сейчас будем рисовать, писать мелом. Будем, я бы даже так сказала, все потому что мы позвали Александра Ярославцева, автора проекта по леттерингу, который называется «Радные буквы». Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что ж, давайте сразу немножечко, да, разберемся. Давайте разберемся. Я знаю, что сейчас леттерингом у нас очень массово увлекаются. Некоторые люди делают себе целые стены для того, чтобы мелом можно было что-то расписывать. То есть дома прямо целая стена. Ну и, естественно, мы это видим постоянно в барах, в кафе каких-то. Вот давайте сначала разберемся, собственно, что такое сам по себе леттеринг. И что за такое слово хитрое? Я знаю. Ну ты-то все знаешь, понятно, но не все владеют языком, так как ты, понимаешь, английский поэт. Ну если буквально, да, то леттеринг, буквы ринг можно сказать, да? Буквы ринг, да. От слова буква, да. Леттеринг это рисование букв, попросту, вот и все. То есть это навык, опыт, это, как бы сказать, область, такая область, которая больше немножко к дизайну и типографике относится, да? Вот, в которой рисуют буквы. Вот и все. А правильно ли я понимаю, что как раз разница между каллиграфией и леттерингом именно вот в этой типографике? Или в чем? Если мы говорим о каллиграфии, то это искусство красивого письма, да? То есть это искусство, это каноны, да, это глубокая история. Вот, леттеринг это более все проще, да? Там мы пишем инструментом, да? А в леттеринге мы рисуем. Мы рисуем, рисуем буквы. Не пишем буквы, а рисуем. Ну пишем тоже немножко, но вот в этом вот и все. Ну да, да, то есть это такая вот между, промежуток между. Грань, грань, да. Хорошо, а как называется человек, который леттерер или мастер в леттеринг? Леттерист? Ну, смотрите, есть такое понятие леттеринг-артист. Ну, то есть художник, да? Художник, не артист тогда, который артист в леттеринге. Да, 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 да. Ну, то есть все-таки артист, все-таки это было. У нас, кстати, есть такой человек тоже, который отвечает за шрифты. Да, 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 да. Можно сказать и так, конечно. Привет тебе. Собственно, мы хотим что-то посмотреть, мы, наверное, хотим написать... Сможем воспроизвести? Давайте, давайте я вам проиллюстрирую просто, чем отличается, да, например. Да, а мы будем, собственно... Вода? Подождите, к вам, вот чем рисовать-то будем? Ну, во-первых, меловая доска должна быть не очень чистой, да? Не очень чистой, так, а почему? Это подготовили холст, да? Ну, это я как бы, да, вытер просто и все. Слушайте, у меня, знаете, такие холсты в школе, ох, как хорошо было делать. Да, 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 да. Ну, у нас, ну, как бы, те, кто профессионально занимается леттерингом, меловая доска не должна быть чистая, она должна быть такая, на миллионы, как бы немножко покрытая дымкой меловой. Для того, чтобы как бы фактура про... Конечно же, то есть все, чтобы было по-настоящему. Вот, так вот, если мы говорим о каллиграфии, то вот инструмент, это кисть ширококонечная, да? Она совершенно обыкновенная или это какая-то художественная? Можно сказать, что практически... Ну, художественная. Батарею красить, да? Ну, нет, нет, не батарея. И вот мы пишем, например, там, доброе утро, да, вот мы пишем. Так. Так, да? Вау, тут уже сразу красиво, друзья. Вот. Вот это каллиграфия, да? Да. Понятно? А можно сейчас вот немножечко так наклонить, чтобы люди увидели? Это буква Д, да? Да, буква Д. А вот если я сейчас сделаю вот так, смотрите. То есть если мы мокрые вот это вот... Нет, вопрос не в мокрой. Я говорю о том, что была кисть, и я инструментом написал, да, по определенным там, как бы, правилам. То вот сейчас я рисую, и вот сейчас это леттеринг, а то, что было до того, вот это вот я рисую, это леттеринг. А то, что я до этого сделал кистью, это каллиграфия. Вот оно отличие, собственно. Вот оно. Понимаете? Вы знаете, вот когда мы готовились к этому эфиру, я вспомнила, один есть сейчас довольно популярный художник. Зовут его, боже мой, сейчас вспомню. Пакрас Лампас. Лампас, да. Да-да-да, из Питера. Вот он больше каллиграфист же, наверное. Каллиграф, конечно. Он каллиграф, да, все-таки? Да-да-да. Ну, то есть, как вам кажется, вот ваше искусство с тем искусством не пересекается? Я немножечко поясню, вот этот художник из Питера, он сделал самую большую роспись, именно каллиграфическую, и он продает свои картины за достаточно внушительные деньги, и его картины содержат только, собственно, красиво написанные буквы. Каллиграфию, она немного переосмысленна, насколько я понимаю, то есть это не какие-то, там, невязь, например? Ну, нет, это основано на древней европейской готической каллиграфии. Так, ну вот теперь вопрос, вот как из вас сделать настолько же популярного художника? Надо также запустить какой-то вирусовое видео? Конечно, ну, в первую очередь нужно работать, не покладая рук. Ну, да. Просто очень жестко и плотно работать, это первое. Второе, нужно хорошо продвигаться в СМИ, в интернете, Инстаграм и все остальное. То есть часть его успеха, это его продвижение, и его публикации, его работа разного плана именно с информационным полем. А как, по-вашему, вообще, в принципе, вот в этом направлении искусства, насколько можно какие-то внести новшества, или все довольно циклично в этом смысле? Ну, что касается цикличности, конечно, все приходит и уходит, да, на самом деле, но буквы, они повсюду, они везде, как говорится, да. Мы их вот прям каждый день с ними работаем, поэтому я думаю, что это направление, оно очень, оно было и оно будет, давайте так говорить. Да, готический стиль, да, я так понимаю, добавляется? Если покрасим, мы говорим, то да, это готическая каллиграфия. А насколько возможно, например, из иероглифа сделать готический стиль какой-то? Ну, иероглиф — это просто другая восточная письменность. Это, то есть это уже будет такой другой леттеринг? Ну, это другая каллиграфия, скажем так. А как вам кажется, почему сейчас леттеринг стал таким популярным? Ну, потому что вся, вся, в принципе, давайте я вам так вот приведу простой пример. Например, мы все кушаем торты, да? Есть торты в магазине, а есть торты ручной работы, например, да? Естественно, вторые дороже, да? И они вкуснее объективно. Вот, поэтому все рукотворные вещи, они людьми достаточно высоко ценятся, да, и картины художников в том числе, нежели напечатанными, например, да, репродукцией. Вот, поэтому леттеринг и рисование букв именно руками, вот, поэтому тоже ценятся. Вот поэтому он и на волне, он востребован. А у вас есть какой-то специальный настрой на это? Ну, не знаю, знаете, как китайцы, они берут в руки кисть перед каллиграфией, и они говорят, что кисть должна стать продолжением руки, надо почувствовать, как энергия инь, ягод, всего еще. Да, 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 и куда-то там она, значит, этот цы еще куда-то выходит. У вас есть такое? Ну, знаете, я, ну, привык делать качественно свою работу, и просто у меня внутренний настрой всегда хороший, положительный, априори вообще, как настроение. Вот, и я всегда слушаю музыку, она мне всегда помогает настроиться. А вот есть какие-то основные принципы? Вот человек придет, например, в кафе, завтра, сегодня, не знаю, или там в какое-то место увидит вот это и скажет, это точно леттеринг. По каким вот он принципам поймет это? По каким основам? Ну, то, что буквы нарисованы, да, руками, все понятно. И белый цвет обязательно, или это может быть цветная? Нет, почему? Цвет может быть абсолютно разный, мы не привязаны к цвету. Если мы говорим о мели, то да, у мела есть палитра, поэтому, и черная доска обычно. Либо асфальт, может быть? Асфальт, ну, асфальт, ради бога, да, почему нет, стена какая-то. Все мы занимались леттерингом, с самого-самого первого класса. Со школы, со школы, это реально у нас крови просто, на самом деле. Да, 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 это наша привычка, друзья, просто мы от нее немножечко отвыкли, поэтому давайте возвращаться к тому, что пишут руками, хватит на гаджетах уже писать. И в этом нам, к этой мысли нам помог прийти Александр Ярославцев, автор проекта по леттерингу «Родные буквы». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Доброго дня. Спасибо вам большое.